Закрыли вход, но не магазин. Пока большинство точек общепита вынуждены прекратить работу в связи с ограничительными мерами, местная пекарня нашла выход из положения, обслуживает покупателей через окно. Никакого контакта с людьми, все меры безопасности соблюдаются и бизнес при этом не страдает. Осуществляется у нас и санитарная обработка помещений идет, и дезинфекция рук, одноразовые перчатки, маски, все как положено. И пекаря, и повара, и все мы продавцы, всем обеспечены, стараемся, чтобы все было чисто, все хотим быть живыми, здоровыми, веселыми. К такому подходу у полиции вопросов нет. Работать на вынос или с доставкой никто не запрещал. А вот если иначе, владельцам предпишут лавочку прикрыть. В зоне внимания и прохожие, которым, несмотря на режим самоизоляции, от чего-то дома не сидится. Патрули останавливают людей, выясняют причины нахождения на улице и информируют об ограничительных мерах, введенных в регионе. Уважаемые граждане, в цели недопущения распространения коронавирусной инфекции, убедительная просьба, соблюдайте режим самоизоляции. Выходить на улицу можно, но осторожно и только по уважительной причине. К таким относится, например, прогулка с собакой, но не дальше 100 метров от дома. Или поход в ближайший магазин за товарами первой необходимости. Если же нужно на работу, при себе иметь справку от работодателя. Их наличие полицейские тоже проверяют. Конечно, их нужно соблюдать, надо изолироваться от общества максимально. Ходить в защитные экипировки для того, чтобы обезопасить свое здоровье и здоровье окружающих. Правоохранители проводят профилактические беседы. Однако для тех, кто находится на карантине, нарушение может обернуться штрафом от 15 до 40 тысяч рублей. Это касается тех, у кого анализ еще не готов, а также людей, вернувшихся из-за границы и контактировавших с больными. Все они должны исключить любые контакты и ни под каким предлогом не выходить из дома в течение 14 дней инкубационного периода. Жители Самарской области в большинстве своем правильно понимают проводимые мероприятия и относятся ко всему этому с пониманием. К сожалению, есть случаи, когда жители без ярких причин выходят на улицы, но после замечаний сотрудников полиции они возвращаются по месту проживания. Режим самоизоляции в Самарской области пока действует до 12 апреля. Людям старше 65 и тем, у кого есть хронические заболевания, то есть потенциальной группе риска, необходимо оставаться дома до конца месяца. Андрей Фазеев, Александр Дудко, Новости губернии.